Все о крымско-татарской росписи Хной, ее тонкостях и премудростях теперь может узнать любой желающий. В Центре культуры и ремесел Тамга в Киеве стартовал первый семинар в рамках школы крымско-татарской росписи Хной. Участники из Симферополя, Львова и Киева слушали лекцию заслуженного художника Украины Мамута Чурлы о знаковости символов в искусстве. По его словам, каждое изображение имеет четкое значение и определение, а их комбинация превращается в мощный оберег. Орнамент – это зашифрованное послание предков из глубины веков, которое помогает потомкам не только помнить свою культуру, но и духовно развиваться. По словам мастера, киевляне давно любили традиционные крымско-татарские изделия, а в последние полтора года интерес к ним только возрос. Мы делаем это целенаправленно и предлагаем высокохудожественные образцы и решения на основе изучения нашей культуры богатейшей. И интерес очень большой уже давно, потому что мы знакомы с киевлянами через множество ярмарок, пирогово, которые в городе проводятся, нас знают, нашу продукцию отмечают, любят и пользуются. Крымско-татарская роспись Хной – это особый ритуал, во время которого невесте, мудрые и зрелые женщины расписывали руки и ноги, как символ пожелания счастливой жизни, изобилия, семейного благополучия и детей. В процессе делились жизненным опытом и давали наставления. Сейчас древние традиции снова в моде, поэтому мастер-классы и пользуются такой популярностью, признаются участницы. Насколько я знаю, сейчас как раз возрождается вот эта прекрасная такая традиция, этот ритуал. У меня есть несколько знакомых организаторов в Крыму, свадебных обрядов, которые вот как раз на этом и специализируются. Они делают целые события из этого, со всеми сопутствующими элементами. И там и кофе варится, и какие-то танцы делаются. В общем-то, как раз то, что я хотела сказать, это то, что возрождается сейчас эта культура, действительно. Интерес к крымско-татарской культуре в последние несколько лет возрос не только в Украине, но и во всем мире. Например, в Киеве один из подземных переходов расписал по крымско-татарски польский художник. А крымский художник Рустем Скибин рассказал о задумке американца. Жот Сан-Франциско, вы, может быть, и видели, он делает пейзажи, то есть работает в пейзаже. У него большой пляж на берегу океана. И он разрисовывает орнаменты на песке, разные орнаменты разных народов. И вот мне было очень удивительно, что он этим заинтересовался, нашим проектом. И он заинтересовался крымско-татарской культурой. И, возможно, мы этот проект реализуем так. Организаторы мастер-классов уверены, с помощью публичной демонстрации своего творчества возможно привлекать к нему широкий круг творческих людей. Это, по их мнению, позволит возродить культуру крымско-татарского народа и сделать ее популярной не только в Украине, но и за ее пределами. Продолжение следует...